Красная поляна, биатлонный комплекс «Лаура». Здесь уже 24 февраля стартуют всемирные военные игры. В борьбу за медали вступят сильнейшие стреляющие лыжники планеты. Ну а сегодня финальные тренировки здесь проводят российские армейцы. Работа на трассе и стрельба. Сейчас, говорят тренеры, самое важное – не навредить. Каждого спортсмена к важному старту подводят индивидуально. К играм наши биатлонисты должны прийти на пике формы. Сейчас команда тренируется в таком составе – 5 мужчин, 5 женщин. Но еще к нам с чемпионатом мира должны подъехать Татьяна Акимова и кто-то из ребят. Сейчас пройдут окончательные гонки, кто будет в наилучшей форме. Один или два человека подъедут из ребят. Это или Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев. Костяк нашей команды – чемпионы Европы и мира в классическом и летнем биатлоне. Среди участников и вчерашняя юниорка – чемпионка Старого Света Ульяна Кайшева. Этот комплекс один из самых моих любимых. Я была здесь много раз и летом, и зимой. Тренироваться здесь действительно очень сложно. Я думаю, это очень хорошо для последующих соревнований. Но соревнования я здесь бегала только летом. И первый раз мне это предстоит зимой. И посмотрю, как это будет в бою. Сочинская трасса, несмотря на всю сложность, говорят тренеры, хорошо знакома российским спортсменам. Еще один плюс – наши биатлонисты уже успели пройти адаптацию к Среднегорью. Это должно принести результат. Тренерский штаб нацелен на победу в общекомандном зачете. Наши соперники – это участники чемпионата мира, чемпионы Европы и победители зимней универсиады. Но бороться за медали биатлонисты будут в трех дисциплинах. Спринт, смешанная эстафета и патрульная гонка. Этот вид не очень знаком поклонникам биатлона. Чаще он проводится именно в рамках турниров среди военных. Первые соревнования в рамках всемирных военных игр здесь, на биатлоном комплексе «Лаура» стартуют уже 24 февраля. Здесь пройдут сразу две гонки – мужской и женский спринт на 10 и 7,5 километров. Кстати, посмотреть за борьбой стреляющих лыжников все желающие смогут абсолютно бесплатно. Единственное условие – билет на подъемник нужно приобрести самостоятельно.